День Города Мастер с большой буквы. Рязанский режиссер получил золотую маску. Сегодня в Рязанском микрорайоне Дядьково открылся новый детский сад на 224 места. Его построили по нацпроекту «Жилье и городская среда» за 316,5 миллионов рублей. Как отметил губернатор Павел Малков, в детском саду сегодня есть полный спектр услуг. Это у нас игровая. Очень много развивающихся герб-лигов для мелкоматорики. И мы оборудовали разнообразным кукольным театром. В каждой у нас группе есть буфетная отдельная санитарная комната для наших малышей. Помимо этого в трехэтажном здании детского сада разместились спортивные и музыкальные залы, праджичная, медицинский блок и кабинет психолога. В просторных и светлых помещениях разместят 10 групп для детей от полутора до семи лет. Кстати, спальни для ребят тоже необычные, отметил губернатор. В спальнях у нас трехяручная кровать. Так, а тут уже взрослые дети. Здесь выдвигаются, покажи. А как это все работает? Так сложно понять. Вот это вот три спальных места. Вы всегда уже скушаете сами. Вытаскивали кровать. У нас вообще была одна комната и не происходили вообще все. Этот новый детский сад в селе Дядьково ждали буквально все без исключения. Микрорайон растущий. Разговор об этом соцобъекте шел давно. Заявки от родителей начали принимать еще в августе. Я от имени молодых мам, проживающих в селе Дядьково, в современном строящемся квартале хочу выразить большую благодарность за то, что у нас появился новый долгожданный детский сад для наших детей. Хочется выразить благодарность всем, кто стоял у истоков этого важного события. Всем, кто принимал участие в строительстве. Детский сад в селе Дядьково – это только одно из долгожданных событий. Следующий на очереди в Кальном. Плюс четыре в районах. В следующем году на очереди у нас четыре детских садика в муниципальных районах. Это Касимовский, Захаровский, Шиловский, Скопинские районы. Уверен, что там тоже жители по достоинству оценят вот эти новые современные здания, новые современные детские садики. Все это стало возможным благодаря федеральной поддержке. Следующий год президент объявил годом семьи. Павел Молков отметил, что такие события очень важны, поэтому все направления работы, касающиеся года семьи, будут реализовывать с особым вниманием. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В региональном правительстве наградили победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В состязании приняли участие крупнейшие предприятия региона среди победителей – Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая стала лучшей в номинации за развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы. Победители и призеры регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» представят нашу область на федеральном уровне. Лучшей в номинации за развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы стала «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Предприятие показало себя как организация, которая постоянно работает над улучшением кадрового потенциала. Награждение прошло в областном правительстве при участии министра труда и социальной защиты Рязанской области Натальи Суворовой. «Нефтеперерабатывающая компания наша Рязанская, да, крупнейшее предприятие, это было более 3,5 тысяч сотрудников. Корпоративные программы – одни из сильнейших на этом предприятии. Социальные программы, хочу отметить, творческий фестиваль «Энергиталантов» – это все наше предприятие». Кадры – движущая сила предприятия. Так говорит заместитель генерального директора по экономике и финансам РНПК Максим Шкаликов. На заводе действует учебный центр адресной подготовки и переподготовки персонала. На этом, кстати, работа над наращиванием кадрового потенциала не заканчивается. Мы настроены на привлечение целеустремленной инициативной молодежи, которую мы очень ценим и ждем. В целом, для того, чтобы растить кадры, необходимо думать об этом с самых низов. И поэтому на предприятии существует программа корпоративная по дошкольному профоориентации. На базе 43-й школы, а также Рязанского государственного радиотехнического университета мы проводим обучение школа, вуз, предприятия с последующим трудоустройством. Готовят кадры для нефтезавода и в Рязанском колледже электроники. Там ведется обучение по самым востребованным для предприятия специальностям. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Бюджет Рязани на следующий год принят. Основные расходы на развитие городского хозяйства и социальную сферу. Об этом на своей страничке в соцсети написал мэр города Виталий Артемов. В 2024 году появятся две новые школы в Семчино и Олимпийском городке. Остальные цифры в нашем следующем сюжете. Еще до начала рассмотрения основных параметров спикер Гурдумы Татьяна Панфилова сделала принципиально важную оговорку. Цифры нынешнего документа не конечные. Впереди солидные транши межбюджетных трансфертов. Наверное, поэтому дефицит бюджета в 620 миллионов никакую реакцию депутатов не вызвал. Впрочем, по основным статьям дохода показатели действительно ниже прошлогодних. Общий объем доходов в 2024 году запланирован в сумме 16,8 миллиардов рублей. В 2025 году доходы составят 15,6 миллиардов рублей. В 2026 – 15,1 миллиард рублей. Безвозмездные поступления из огласного бюджета на 2024 год предусмотрены в объеме 9,3 миллиарда рублей. Их удельный вес в общем объеме доходов составит 55,5%. Субвенции планируются в объеме 6,9 миллиардов рублей. Субсидии 2,2 миллиарда рублей. Дотации 21,5 миллиардов рублей. Заложены средства на разработку проекта смертной документации новой школы в микрорайоне ДПР-7. Нового корпуса школы 28 в Мервино, проектно-изыскательской работы для строительства новой школы в районе стадиона «Спартак» стартует строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк». На капитальный ремонт школ средства ждут из федерального бюджета, своих же пока 128 миллионов. На сегодняшний день у нас уже определены две школы по капремонту. Это четвертая, пятая, пятая, которая у нас освободится и переедет во вторую гимназию. Мы сразу же в апреле месяце, надеемся, что в апреле месяце будет сделано, мы сразу же полностью эту школу берем и добавляем дополнительные места. Если мы решим вопрос со свободным лицеем, это по произговле, то тоже будем тогда уже выходить, смотреть на ремонт этой школы. Но здесь уже придется идти не по НАСПроекту, не по областным программам, но придется уже рассматривать. Или мы будем ее делать из городского бюджета, добавление своих денег при дополнительном поступлении, или ее включать уже на 25-й. Кроме того, в бюджете прописаны техническая экспертиза и проект реновации культурно-досугового центра «Октябрь». Будут дополнительно благоустроены Нижний городской сад, Лыбецкий бульвар, Новопаловская роща, сквер маршала Бирюзова-Вканищева, Черезовские пруды и лесопарк. По программе инициативного бюджетирования будет реализовано порядка 50 проектов от горожан. Партнер программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». До субботы – возле торгового центра «Премьер». Награду «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства получит народный артист РСФСР, артист Рязанского театра драмы Сергей Михайлович Лентьев. С лауреатом пообщалась наша съемочная группа. «Вначале я просто подумал, что это какая-то шутка. Розыгрыш, как эти вот два парня разыгрывают президентов всяких. И на три я так и думал, и жена тоже. Мы были убеждены, что это кто-то здорово все это запустил». Поверил, говорит, когда его уже начали поздравлять коллеги. И тогда появилось ощущение праздника. А начиналась карьера, говорит Сергей Леонтьев, банально. Родился в семье артистов, шутит, что буквально за кулисами. На удивление, родители от профессии отговаривали. Непонаслышке знали, что это такое. Но, видимо, от судьбы не уйти. Начал с массовки. Получилось так, что в пять лет я уже вышел на сцену. В одной песне понадобились дети. И вот я там на лошадке должен был, надо качаться, там еще чего-то. И вот тот первый ужас, который я испытал. Репетировали, нормальная игра какая-то. А когда раскрылся занавес, и я увидел это черное, что-то черное и живое, это было страшно. После роль Волка в «Красной шапочке» и потом Деда Мороза с возрастом роли получал куда серьезнее. Например, главного героя Олега в «Пушкинских цыганах». На вопрос, с кем стать в будущем, ответ был прост – актером. Документы подавал сразу в четыре вуза. Выбрал Щукинское. 200 человек на место. Прошел. Учился на одном курсе с Андреем Мироновым. Вот зрители же приходят поиграть в жизнь. И через сочувствие, сопереживание с героем, они, во-первых, это наслаждение настоящее, когда это все по совести, по-настоящему. Во-вторых, наверное, это польза какая-то после нашей работы. Все лауреаты «Золотой маски» – мастера с большой буквы. Сергей Леонтьев сыграл больше 100 ролей и поставил больше 20 спектаклей в качестве режиссера. Он уже 10 лет возглавляет Рязанское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации. Награждение пройдет в Москве. До Нового года остаются считанные дни. Пора уже продумать праздничный стол. В любом случае, украшением традиционно станут бутерброды с икрой и красной рыбой. Приобрести морепродукты можно на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» возле торгового центра «Премьер». Всю неделю, до субботы включительно. Мясо рыбы благотворно влияет на дыхательную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы организма. Учеными установлено, что повышенное содержание кислоты омега-3 ускоряет гибель онкологических клеток. Мясо этой рыбы сочное и нежное, а для рязанцев может стать сюрпризом, что запас витаминов и хорошего настроения можно получить приятным путем. Не из таблеток, а из вкусной еды. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» работает рядом с центральным входом торгового центра «Премьер». Любители морских деликатесов могут приобрести вкусную и полезную продукцию на свежем воздухе. Замороженной рыбы здесь не увидишь. Все только свежее, включая икру. Рыбку я уже купила, а это вот икорочки немножко купила. За что любите их икорку? Ой, за то, что она вкусная, питательная и очень, как бы, полезная. Я в баночках раньше брала, но баночки сейчас в нашем магазине просроченные. Приходится, да, и очень хорошо, очень нравится. Белорыбица, палтусом, мульчевыча, неркотунец и многое другое. Здесь настоящая раздолье для ценителей качества и вкуса. На выставке представлена слабосоленая рыба горячего и холодного копчения. И, конечно, настоящий деликатес, который можно попробовать и приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы, икра и соль. Как известно, икра очень богата витаминами, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Многие рязанцы приезжают на выставку камчатской рыбы уже не первый раз. А некоторые добираются сюда даже из области. Не первый раз. Расскажите, почему у нас рязанцы? Девушка, ну, потому что рыба вкусная, полезная. Правильно? Да, ко дню рождения и к Новому году. Постоянные покупатели говорят, что здесь всегда большая очередь из любителей рыбки. Они отмечают, что деликатесы пользуются спросом. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыбы Камчатской расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом и проработает до 24 декабря включительно. Уже стартовала череда новогодних представлений и первой в них стала елка в Театре кукол. На этот раз здесь поставили 12 месяцев. В этом году в Театре кукол выбрали историю, знакомую многим – волшебную и поучительную одновременно сказку о доброй и храброй девочке, которая смогла найти в зимнем лесу весенние цветы. Настоящее чудо, но и поверить в него легко. Эта сказка близка каждому, ведь подобные чудеса хоть однажды дослучаются в жизни. И тогда, мы говорим, на душе потеплело. Вот и от сказки в постановке «Рязанских кукольников» на душе станет тепло и у детей, и у родителей, что бы ни было за окном. Наша версия содержит в себе самое лучшее из нескольких оригинальных версий. Есть народная славянская легенда, чешская легенда, есть версия Николая Лескова, того самого, который подковал блоху когда-то, есть версия Маршака. Мы все их внимательно изучили и сделали свою, которая нас соединяет с прошлым. Наш сегодняшний день соединяет с прошлым, потому что в будущем тоже много есть хорошего. И в нашем спектакле, например, есть светодиодная ширма, их целых три. Все это очень ярко, красиво, современно. Ну и, конечно, если вы идете в театр кукол, не сомневайтесь, вас обязательно удивят. Волшебное здание, переступая порог которого, вы попадаете в сказку. За ней скрывается труд большого коллектива волшебников. Они стремятся делать сказки все более магическими и завораживающими. Если судить по мне, то таких аналогов, для меня, по крайней мере, я даже не видел. Не знаю, есть ли такие аналоги того, что мы сделали в плане визуального вообще в России и в Европе. Я не буду говорить громких слов, но у меня ощущение, что я в своей жизни таких новогодних постановок не видел. В плане того, что у нас используются три светодиодных лето-крана, которые удивительные возможности нам дают. В отличие от обычной проекции, которую мы, например, использовали в прошлые годы, эти удивительные экраны – это просто небо и земля. Они нам очень помогают во время световых моментов, потому что свет всегда у нас съедал любую обычную проекцию с проектора. Свет съест по-любому. А здесь ты можешь прибавить этот прекрасный светодиодный экран удивительный, и он тебе даст любую картинку. Ну и, конечно, интермедиа. Во время зимних каникул в Рязанском театре кукол будут жить Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Они по традиции встретят гостей у елки и пригласят в хоровод, а потом и в зрительный зал. Мне елка очень понравилась, Деда Мороза, Снегурочка. Они очень красивые были. Я себе заказала такую игрушку-подушку. Ну и, наверное, успеха в жизни. А какой должна быть новогодняя сказка, чтобы она тебе понравилась? Хороший новогодний спектакль он какой? Ну, красочный. Можно, наверное, с салютами каким-нибудь. Удивительное приключение для детей, да и для родителей тоже. Раз в году в холле театра кукол. Не пропустите. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 18 по 24 декабря. Рязань. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова